здравствуйте это дмитрий мастерская vintage аудио у нас сегодня парад магнитофонов акаи вот сейчас вы видите две кассетных деки про 570 я рассказывал недавно про 750 будет видимо чуть позже обзор но это не сегодняшний герой этого ролика давайте сейчас попробуем камеру переместить чуть-чуть вот опустим ее речь идет о вот этом магнитофоне это акаи 635 д и давайте вот и вот чуть поближе сейчас попробуем так секундочку вот вот так вот поехали да это акаи 635 д давайте перенесем 78 год 1978 год понятно что развитие рок-н-ролла популяризация рок-музыки привело к всплеску на рынке магнитофонов производители наперебой предлагали новые модели и вот этот хакай он один из ярких представителей того периода да ну то есть мы все знаем про накамечи который выстрелил 73 со своей кассетной декой тысячный мы знаем про многие другие модели но вот давайте поговорим про акаи он был анонсирован акаи 635 д он был анонсирован в 78 году в производство пошел семьдесят девятым ну как бы считается модель 79 это можно смело называть эту модель вехой в акаевском магнитофон настроении потому что это потому что все последующие модели на базе 10 катушек делались все последующие модели с 10 катушками делаешь на базе этого аппарата да когда выходил этот магнитофон то у акаи был свой флагман 650 катушечная катушечный магнитофон он был немножко по-другому сконструирован там было два мотора здесь же три ну и ряд других конструктивных особенностей тем не менее вот 635 пришла на смену 630 и все равно производитель поставил ее не в самый топ хотя хотя это был действительно прорыв это был действительно прорыв и очень скоро 650 флагманская модель с производства ушла а дальше акаи уже сделал седьмую свою серию знаменитый 747 ну и в общем все все что было сделано потом она была вот на этой базе то есть это первое что называется ласточка да можно говорить о том что этот магнитофон произвел похожий такой же наверное фурор как выход техник 100 1500 который вышел 7 шестом и ну сопоставимо да наверное можно говорить я бы сказал что технически технически 1500 а уж тем более 1700 гораздо более продвинута там больше совершенно инноваций здесь же в общем все довольно простенько и стандартно можно посмотреть в этом посте на фотографии как он устроен внутри как снаружи ну немножко вернемся потом к истории я бы хотел сказать что этот ролик делать очень было просто потому что практически вся информация которую сейчас слышите и потом я размещу ее в посте это на хайфак хайфай дек ком на этом ресурсе в общем великолепный обзор по этой модели пожалуйста смотрите и в общем я честно говорю о том что информация в общем была взята в основном оттуда то есть ничего самому как копать придумывать изобретать не пришлось вот что касается стоимости да то есть на момент выхода такой аппарат стоил 185 тысяч иен это не так много на самом деле потому что ближайший конкурент это тик x10r стоил 185 тысяч рядышком sony tsr 6 это уже знаменитый 198 там по 200 тысяч она стоила а вот техникс уже 244 а вот техникс rs 1700 который уже был реверсный да этот аппарат тоже реверс на которую сейчас видите он уже стоил 368 ну разница понятна поэтому а к оказался очень коммерчески успешно выпускался огромными партиями огромными тиражами и из-за своего дизайна вот этого знаменитого всеми нами любимого были очень большие продажи хотя вот что сказать по поводу начинки в общем звезд неба он не хватает обычная такая на тот период времени модель ну 6 головок естественно реверсная то есть пишет в обе стороны регулировка головок вот в этой знаменитой крышки сейчас давайте чуть чуть поближе мы ее пододвинем да вот ведь она вся с дырочками такая это если знать как и пользоваться инструкция то есть можно довольно просто не разбирая аппарат настраивать и как азимут так и уровень воспроизведения в общем те настройки голов которые необходимо делать вам магнитофонах вот ну сквозной канал естественно дату здесь чаще сказать я в общем вам сильно рекомендую посмотреть текст потому что он написан очень хорошо и грамотно как мне кажется и добавить здесь действительно в общем практически ничего вот кроме этой модели 635 для которой вы видите сейчас еще была модель 635 д д би но туда добавили долбе на шумопонижения но для катушных мантафонов не так все это страшно сигнал шум здесь в общем на 19 скорости вполне себе ничего ну что еще можно сказать сказать что до сих пор сейчас и в россии в том числе эта модель пользуется довольно сильным спросом у любителей магнитной записи за счет своего дизайна прежде всего ну и на за счет в общем довольно высоких характеристик ну сами видите что аппарат красив аппарат достойно может занять в любом с этапе свое место надо сказать что это первая модель которая какая делал в двух цветовых решениях то есть черный цвет и серебристый ну и собственно вот вот ну пасеков нет 3 мотора прямой привод в общем все как положено пасек только на счетчик но это не считается добротная надежная долговечная машина ну вот собственно как бы так к нам он попал на профилактику ну с какими очень в общем не серьезными возрастными болячками не работал автостоп датчики там пришлось почистить поправить установить на место вылет под катушечников был неверен ну и там общий настройки то есть опять же те же самые возрастные болячки то есть в общем как бы ремонта здесь особо похвастаться нечем но тем не менее фотографии его внутренности еще раз повторюсь можно посмотреть к сожалению бьется довольно сильно левый под катушечник правый менее но мы к рекомендации клиенту замене этих узлов соответственно дать даем так как прямо сейчас найти в общем сложно думаю что пока можно попользоваться так а потом когда заказаны детали придут на их быстренько ему заменим если будет такое желание ну собственно все спасибо что досмотрели конца руль получился длинным но и в общем аппарат довольно симпатичен еще раз до свидания до новых встреч